Через полтора месяца в Край откроется летний оздоровительный сезон. Сколько школьников смогут принять детские лагеря, во сколько обойдется родителям путевка, при каких условиях они смогут навещать своих детей, не только об этом. Поговорим сегодня в студии с Яной Путятиной, директором детского лагеря отдыха «Юность». Здравствуйте, Яна, рада вас видеть. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно, сколько у нас вообще в этом году в Край откроются лагерей, не стало ли их меньше, допустим? В этом году свои двери откроют 54 загородных оздоровительных лагеря. 51 лагерь будет работать именно по системе детского кэшбэка, но именно 54 откроют свои двери и встретят деток в этом году. 54 – это вот такая традиционная цифра, допустим, до пандемии. Столько же работала или, может быть, стала лагерей больше или меньше? По какой причине? Такая же сумма лагерей. Такая цифра лагерей, да? Такая же, да. Главный вопрос, который, я думаю, волнует сейчас всех родителей, да, цена за путевку. Сколько вообще в целом стоит путевка и какой является родительская оплата, сколько они должны заплатить? И, естественно, очень хотелось бы подробнее про кэшбэк, кому он полагается, как его получить. Ну, давайте начнем с того, что сколько вообще стоит? Стоимость путевки в 2022 году, средняя стоимость путевки по загородным оздоровительным лагерям Алтайского края будет 23 700 рублей. Она увеличилась вообще по сравнению, допустим, двух лет? Увеличилась, так как увеличивается стоимость продуктов, питания, материалов, естественно, заработные платы, подготовка лагеря требует затрат, соответственно, увеличивается стоимость. Это сколько приблизительно в рублях, например, у нас получается? Ну, это получается около почти 5 тысяч рублей увеличилась стоимость. То есть где-то 18 стоило пару лет назад, я так понимаю. 18 500. А это вот цена уже с учетом последних повышения цены и всего остального, да? Это цена до повышения всех вот скачков данных цен. Но уже цены не поднимутся? Ну, то есть она вот такая есть? Мы надеемся, мы с поставщиками, конечно, прорабатываем эти вопросы, мы надеемся. Ситуация уже стабилизировалась. Мы уже теперь знаем цены на данный момент средние на продукты, питание, на материалы. Поэтому мы надеемся, что с этими ценами, с поставщиками мы и выйдем. 23 тысячи – это на сколько, на какое количество дней рассчитано? 23 700 получается на 14 дней. То есть две недели смена. Две недели. Есть оздоровительные смены. В крае, в лагерях 21 день, стоимость путевки 35 500. О, это вообще такая приличная сумма. Она тоже увеличилась, я так понимаю. Также увеличилась, ага, сумма. Но смотрите, в этом году, как и в том году, в наши загородно-оздоровительные лагеря будут участвовать в системе лояльности от Ростуризма. Путевку можно приобрести с кэшбэком. Как это вообще сделать? Может быть, кто-то не знает. Или уже люди все это в курсе и уже начали этим заниматься. Чтобы приобрести путевку в лагеря, необходимо выполнить три простых шага. Первый шаг – это необходимо зарегистрироваться на платформе campus22.ru, оставить свою заявочку и ожидать бронирования путевки. Второй шаг – необходимо зарегистрировать карту в платежной системе МИР. Карта может принадлежать любому банку. Но это самый главный шаг для того, чтобы получить детский кэшбэк. Платежная система МИР. Платежная система МИР. Подключить данную карту. И третий шаг приобретения путевки является ее оплата. То есть детские лагеря заключают договора с туристическими операторами. И можно оформить путевку дома, не выходя ни в какие организации, в онлайн-режиме на сайте тура оператора. А с какой процент кэшбэка возвращается? 50% от стоимости путевки. То есть, допустим, 23 тысячи и 35 тысяч – половину стоимости родители могут заплатить, точнее, половину стоимости, по сути, да, или позже им вернут? Позже. Сначала родители оплачивают полную стоимость путевки, а в течение пяти рабочих дней с даты оплаты возвращается половина стоимости путевки. А уже начали родители заполнять? То есть, с какого времени это вообще история? Программа начала работать с 31 марта. И плодотворно родители покупают путевочки. Прям много людей, да? Много. Лагеря уже практически забронированы, поэтому осталось очень мало путевок. Ждем вас в наших лагерях, наших родителей. Угу. Но еще можно, а можно еще забронировать путевку? Можно. Мало ли, вдруг кто-то не успел. На спайте, на платформе campus22.ru указан реестр всех лагерей. Там можно посмотреть любую информацию подробно о каждом лагере. Вот о каждом 54 лагеря, о любом? Да, о любом лагере, да. Есть места, указано, сколько забронировано, сколько осталось свободных мест. Полностью информацию по всем лагерям можно посмотреть. Понятно. А не получится такой ситуации? В прошлом году было, когда они всем родителям выплатили кэшбэк? Не получили они? Нет, в этом году такой ситуации не будет. В этом году стартовала заявочная кампания вместе с кэшбэком. 31 марта, простите. 31 марта и до какого числа у нас? До 31 августа 2022 года. Понятно. По поводу путевок, я так понимаю, что народ уже активно покупает, поэтому этот вопрос задавать не буду. Если, например, у родителей какие-то вопросы все-таки возникают, куда-то можно позвонить, у кого-то поинтересоваться? Конечно, можно позвонить на горячую линию. На сайте, на платформе campus22.ru указана горячая линия по всем вопросам. Также у каждого лагеря на официальных сайтах есть горячая линия общая и каждого лагеря, где родители могут получить полную и подробную информацию. На вашем тоже, у вашего лагеря так же можно получить, да? Конечно. Ну, мы все помним, что мы живем, и до сих пор, в принципе, пандемия никуда не делась, да, коронавирус. Но сложная ситуация была у нас и в прошлом году, особенно в позапрошлом году, в 2020, да, не всем удалось ребятишкам отдохнуть. Вот сейчас, да, в этом году, вот ребята собрались поехать. Что им нужно для того, чтобы они заехали в лагерь? Нужны какие-то ПЦР-тесты, что-то? В этом году санитарные требования главного врача имеются, изменения с прошлым годом. Первое, самое главное требование – это наполняемость всех лагерей будет в полную мощность 100%. Не 75%? Потому что я вот считала, что 75%, нет? 100% в этом году будет. Деткам не требуется сдача ПЦР-тестов. Если в том году требовалась справка от педиатра, что он не участвовал, не был в контакте с ковидным больным, в этом году данная справка отменена. То есть просто ребенок собирается, так сказать, заплатили, какая-то справка медицинская обычно. Обязательно, да, справка медицинская. И все, и поехал. Опять же, родителям было запрещено посещать детей вот в прошлом году, да, тот период, когда они были в лагере. В этом году, я знаю, ситуация изменилась, но, опять же, родителям требуются какие-то ПЦР-тесты, чтобы они приехали и навестили своего ребенка? Родителям в этом году на территорию лагерей будет запрещено заходить. А вообще до пандемии можно было, да? До пандемии можно было, да, проходили родители. В этом году запрещено. Около ворот мы встретим родителей, проверим у них температуру, запишем температуру, зафиксируем в журнале. Ну вот основные требования. То есть тоже никаких ПЦР-тестов не требуется? Всю информацию мы также уточним у Роспотребнадзора перед заездом дополнительно. И для родителей вся информация будет выложена на официальном сайте. Но пока вот такая ситуация. То есть ты приехал, дом померил, температура, все ли с тобой в порядке, но чувствуешь себя хорошо и поехал. Понятно. Как в целом будет обеспечиваться безопасность? Ребят, ну конечно, ковидная, в том числе, наверное, давайте начнем с нее. Будут же какие-то нормы, я не знаю, маски там или что-то еще или нет? Обязательно. Остается неизменным основные требования Роспотребнадзора. Это одномоментный заезд всех сотрудников и детей. В один день. В один день. Все сотрудники за два дня до заезда сдают тесты на ПЦР и только с результатами их заезжают. Также неизменным остается круглосуточный режим работы в лагере. Это температурный режим два раза в день всех сотрудников и детей утром и вечером. Также с фиксацией в журнале температурного режима. Это локтевые дозаторы находятся в каждом помещении, перед каждым отрядом. Столовая, это перед каждым блоком, куда ребенок заходит. Естественно, сотрудники у нас, масочный режим у нас никто не отменял. Сотрудники находятся в масках. Повара – это перчатки и маски. Понятно. То есть все так достаточно серьезно практически, как в прошлом году. А вот если мы говорим в целом о безопасности, потому что накануне ситуация была, когда мужчина психически нездоровый зашел в Ульяновский, не в Ульяновский, да, в Ульяновской области детский сад и расстрелял малышей. Как будет обеспечивать? Я понимаю, что это не детский сад, но и все-таки это тоже дети. Безопасность на высоком уровне, на контроле в связи с ним. На примере, например, вашего лагеря, да, как в юности будет обеспечена безопасность? В юности обеспечивается безопасность. Это круглосуточная охрана специализированная, которая выбирается именно на тендере, которая участвует специализированно, имеющая лицензии, права на проведение, да, на охрану данной услуги. Это тревожная кнопка, которую мы установили в 2021 году с выходом сразу. И это видеонаблюдение. У нас 42 камеры по лагерю с круглосуточным видеонаблюдением, сигнализации. У нас первый класс опасности, так как у нас 840 детей и нагрузка, наполняемость. У вас 840 детей в лагере, да? Каждый сезон. Ничего себе. Поэтому первый класс опасности, естественно, безопасность у нас превыше всего. Понятно. А вообще не было каких-то случаев вот до этого, что кто-то пытался проникнуть и вот смогли задержать охрану? Ну, были случаи. В том году, конечно, родители перепрыгивали через заборы, искали лазейки, как проникнуть в лагерь. Когда их не пускали, да? Когда их не пускали, да, закрытый режим работы. Но, слава богу, у нас работают камеры и охрана, и сразу выявляли и выводили людей. Поняла. Ян, ну, давайте вот, если мы говорим о юности, да, я понимаю, что и во многих лагерях будет подобно. Чем детей развлекать будете? Чем, что интересного у вас будет первый сезон, там, второй, третий? В нашем лагере самое интересное, то, что мы порадуем наших деток, это будет у нас «Минута славы» проект, это QR-квесты, это конкурсы у нас будут, научное шоу, фестиваль красок, кинопросмотр для малышей и деток. Это незабываемые вечеринки и дискотеки. У нас два концертных зала на тысячу человек посадочных, концертная и дискотечная площадка. Мы своих деток порадуем залами интеллектуального развития, это 3D-рисование у нас, QR-очки, которым виртуальная реальность, то есть дети у нас занимаются данным направлением робототехникой именно в виртуальном мире. Ну, то есть много чего продумали, чего, наверное, и раньше не было, да? Да, ничего раньше не было, да. Приобрели еще спортивный инвентарь для игры в бампербол, мы заказывали. Что это такое? Американская игра, мы увидели ее в соседних, в наших странах зарубежных. У нас, в России, такие, такой игры мы не видели в лагерях. Одевается шар, и они играют в футбол, крутятся, бегают, падают. В общем, очень веселая, увлекательная игра. Понятно. То есть есть чем заняться, я так понимаю, не только в вашем лагере, но и в других. А когда у нас стартует первый сезон? И сколько будет? Ну, 3 сезона будет, да? Вы планируете все 3 сезона принимать? Да, мы планируем принимать все 3 сезона. Первый сезон у нас стартует 7 июня, будет 14 дней. Между сменами будет 3 дня пересменка. И далее у нас будут 2 профильные смены. Это какие? Профильные смены – это детство, здоровье, талант, краевая профильная смена. И МЛДД – это молодежная детская деревня Алтай. Ага, ну вот это тоже всем известная такая история. Да, в том году они к нам были. Это третья смена будет, да? Смотрите, а детки у вас с какого возраста? Вот, допустим, первая смена. С какого и до какого? Возраст деток от 6,5 до 18 лет. То есть такие маленькие. Да, но вот размер именно софинансирования из краевого бюджета родителям будет выплачено до 15 лет включительно для граждан. Это какая сумма? Хотелось поподробнее рассказать про определенный размер софинансирования из краевого бюджета. Это для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет включительно. Краевая субсидия составляет 6300 рублей. Допустим, из этих 23 минус 6000, да? Да. Вторая категория для граждан, работающих в органах государственной Алтайского края и краевых государственных учреждений. Размер субсидий составляет 4350 рублей. И для многодетных семей, трех и более деток, размер софинансирования составляет 23700 рублей. То есть третьи и последующие детки едут бесплатно. Смотрите, а кэшбэк эти люди уже не смогут оформить? Смогут. Они могут и оформить. Да, смотрите, субсидия предоставляется раз за лето каждому ребенку. Ребенок может ехать хоть на три сезона, но раз предоставляется субсидия. А кэшбэк предоставляется неограниченное количество раз. Каждый сезон. Каждый сезон, да. На второй сезон, если ребенок едет, ему предоставляется кэшбэк, половина стоимости путевки. В общем, все ждем лета и ждем ребятишек в лагере. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящем детском отдыхе с Яной Путятиной, директором детского лагеря отдыха «Юность». Спасибо.